Сегодня 19 октября, мы открыли наш очередной филиал в микрорайоне энергетики города Владимира. Приглашаем всех мальчишек от 4 до 14 лет, у кого есть желание заниматься футболом и расти в этом направлении. На наши тренировки у нас в октябре бесплатные тренировки, это вторник и суббота. Вторник, суббота и вторник, то есть три бесплатные тренировки и с ноября мы уже начинаем полный тренировочный процесс. Приходите, смотрите, пусть приходят родители, смотрят как мы работаем с детьми и соответственно от этого уже принимают решение. Но с ноября уже начинается полный тренировочный процесс, окунаемся в него, смотрим как дети реагируют на те или другие данные упражнения, которые мы им даем и от этого уже начинаем плыть только вперед. В планах у нас в конце ноября уже турнир между филиалами, стараемся делать в каждой группе и поэтому энергетик тоже будем подтягивать, будем смотреть как готовы они или не готовы. То есть и будем их уже тоже, они у нас тоже в нашей семье, мы их будем подтягивать, чтобы был полный кубок. На открытии мы опять поработали перед открытием достаточно хорошо, то есть информация у нас была как в печатном виде, так и в электронном виде, в интернетном виде. Пришло достаточно много народу, то есть опять же около 55 детей было, соответственно там родителей было почти что столько же, чуть-чуть поменьше. Вот дети радовались, бегали, прыгали, веселились, как бы все любят футбол. Мы стараемся сейчас открывать филиалы в непосредственной близости от Владимира конкретно. И в принципе мы от энергетика ждем примерно то же самое, что от Боголюбова. В Боголюбово у нас занимается сейчас в районе 60 детей, если у нас будет 60 человек, это будет хорошо. Надо честно признать, что многие районы города сейчас перенасыщены, там много где есть тренера, много где тренировки, а немножко вот на такие маленькие микрорайончики, как бы люди, ну почему-то их не воспринимают, не открывают. А мы стараемся, мы знаем, что футбол здесь есть, дети бегают. И почему как бы не открылись? Мы открыли, да, здесь еще директор очень хорошо пошел на контакт. Мы вошли в этот зал и сделали здесь ремонт, потому что там было все очень плохо, там штукатурка на стенах, ее прям в нескольких местах ее совершенно не было. Перекрашивали, добавляли освещение, потому что там было просто невозможно находиться, потому что ничего не было видно. И когда основная команда закончила выступление в летнем первенстве, мы открыли, ну уже пришла пора, мы немножко отдохнули, там две недели пришла, пора открывать следующий филиал, и вот он оказался энергетиком. Планы есть, уже в принципе, уже делаем большой такой шаг, мы сделали к этому, то есть у нас снимаем мы помещение на Точмаше, и мы будем запускать школу во Владимире. Когда это будет, точно не могу сказать, но хотим, наверное, до Нового года, то есть и от этого уже будем смотреть. Нам, в принципе, мы не гонимся, быстрее-быстрее открыть филиал или еще что-то, мы хотим, чтобы это было более-менее качественно, чтобы мы всех детишек сами успевали охватить. Я стараюсь всегда по максимуму присутствовать на тренировках детей, то есть их смотреть. Не только, когда мы устраиваем филиал, да, прихожу и смотрю, битву между филиалами, да, то есть кубок, а именно на тренировках смотрю их, смотрю их на турнирах, и мы уже там принимаем решение формировать сборную. То есть в планах у нас, как обычно, мы открываем филиалы, кубок между филиалами, и потом уже от этого мы и сбираем сборную, и мальчишки уже будут представлять, ну, вот, нашу команду, Добрынь, да, нашу школу. Эта сборная будет представлять на каких-то коммерческих турнирах, возможно, областных турнирах, то есть, и... Это, я думаю, путь правильный, но мы стараемся его придерживаться. Дело-то не в количестве, а в качестве скорее, то есть, мы можем открыть 30 сразу, у нас есть возможность открыть их 30, но мы будем знать, что мы не можем, ну, в каждой школе будет разный уровень футбольного образования, нам это не нужно. Мы хотим сначала, чтобы у нас были готовы тренера под наши методики, то есть, когда тренера будут готовы, и мы знаем, что на них мы можем, под них мы можем открыть новый филиал, то мы, как бы, это будем делать. Вопрос в том, где играть. Там есть вариант играть в первенство области, там, и все остальное. Но надо понимать логистику этого дела достаточно, не всегда это удобно, и у нас, допустим, нет конкретно автобуса сейчас, чтобы мы могли детей куда-то выводить, потому что у нас основная команда даже на машинах ездит. Вот, мы все-таки в первую очередь рассматриваем какие-то именно там, ну, однодневные, двухдневные турниры. Там, да, там, типа, если будет такая возможность, там, выставить нам ребят, там, 14-15 лет, у нас, как бы, эта возможность сейчас уже есть. То есть, как бы, эти команды, в принципе, это наши сборные, которые участвовали в последнем турнире имени Романова. Плюс у нас сейчас добавляется энергетик, конкуренция в сборных у нас усилится, то есть, как бы, у нас все будет хорошо. Я в это верю. Считаю, что турнир для первого раза хороший, даже не результат. Мы результат не ставим никогда во главе всего, то есть, мне самое главное было посмотреть на другие школы, на другие школы, на нас самих, на их фоне. Я более чем остался доволен нашей игрой. Мне не стыдно вообще ни за одно касание, ни за одно движение мальчишек, то есть, я полностью ими горжусь. Это было действительно, они играли одни из немногих, да даже одни из единственных, наверное, кто играл в футбол на этом турнире. Особенно там, 5-6 год, 7-8, обидненько, они вылетели в четвертьфинале, проиграли по пеналити, там такая развязка была по пеналити страшная. Вратарь наш Леша Цепляев потащил там 6 подряд, когда уже на вылет мы играли, и наши 6 подряд забить не смогли, в итоге уступили. А в 5-6 году за третье место уступили, я считаю, там, как сказать, бывает не по игре, так и есть, как бы один соперник, как сказать, мягко говоря, ну по аутам били-били, один моментик забили и в итоге заняли третье место. Вот по игре я за своих просто очень доволен, честно сказать. Они результаты, результаты они придут, но когда ты ставишь результат на первое место, это уже не то. Главная игра, а результат потом в итоге все равно придет. Ну вот у нас есть Суздаль, есть Боголюбов, сейчас вот есть Энергетик, да, если мы откроемся во Владимире, в принципе-то для начала нам вот достаточно вот это все поставить на ноги, посмотреть, как будет этого Владимире, и от этого уже будем отталкиваться. То есть вопрос, опять же, тут все вместе завязано, не только на футболе, да, только там разные условия, там, финансовые, разные, аренды разные везде, то есть. Но, опять же, если сейчас вот у нас будет 4 школы, Владимир, еще мы откроемся, достаточно, нормально. Не надо распыляться, не надо носиться там по разным школам, еще брать аренду, набирать детей, как бы мне легче остановиться на этих 4 школах и мальчишек спокойно вести. Энергию, у меня энергии, конечно, много, мы стараемся ее всем отдавать, но откроются у меня 10 школ, я точно уже не буду в половину из них попадать, мне это не будет нравиться. Я хочу их всех видеть под своим пристальным, сказать, взором, вниманием. И Степа, и Руслан за нас играли вот на турнире, потому что мы отпрашивали их у тренеров, чтобы они за нас сыграли, потому что все-таки ребят 5-го года у нас мало, а там был именно разброс 5-6-й год. Вот, мы их позвали, они за нас с удовольствием сыграли, а насчет их судьбы, они играют в матчах, Степа забил, он нам сказал, что даже 2 гола он забил, он выходит там с центральной подачей, потому что он там здоровый большой. Вот, но у них сейчас очень мало возможностей ездить тренироваться, потому что они все-таки живут и учатся в Суздале, как бы, каждый день не поездишь в Суздале, то есть они приезжают, по-моему, только в выходной на тренировку, я знаю, по-моему, на тренировку, на игру как бы они приезжают, примерно как-то так. Они в Торпедо, да, в своем году тренируются, плюс у нас еще один мальчик тоже у нас ходил, Фомин Арсений, его зовут, и он тоже ушел в Торпедо, тренируется по 6-му году. Это уже не мы, как бы, устраивали ему просмотр, но мы там, как бы, немножечко помогли. У нас сейчас главный тренер немножечко разгрузился с главной работой, с основной, и начинать будет точно он, как бы, все тренировки вести будет точно он. Дальше уже будем подключать, то есть у нас, у нас нет конкретно каких-то, что вот там, вот ты там здесь будешь, как бы, то есть все-таки начинает Ваня, первый на подхвате это Саныч, естественно, как бы, да, а там уже, как бы, смотрим по месту. У нас сейчас есть мальчишки, тренера, то есть, ну, все знают, что у нас тренера только из нашей команды, то есть мы никаких не привлекаем там со стороны, по объявлениям их не ищем, то есть это люди, за которых я могу отдать руку на отсечение, то есть я их всех уже знаю, не год, не первый год, да, и, соответственно, и по их личным качествам, по их игровым качествам мы их отбираем. Сейчас у нас есть порядка 7-8 человек, 9, наверное, они, в принципе, все эти три школы сейчас могут охватить, если у нас будет еще во Владимире открываться школы, то, опять же, с той же, с нашей основной командой ребята изъявляют желание, то есть и мы будем уже смотреть под график, они подстраиваются, то не вопрос, но это, опять же, те люди, на которых мы рассчитываем, то есть на все 100%. У нас сейчас есть порядка 8 тренировок, которые у нас готовы работать с детьми, в команде у нас 25 человек, а 3 тренировок только 8, вот, и, соответственно, для каждого из них, ну, найдется работа. Потом тренеры готовятся, они приняли участие в тренировках, уже по ним смотрим, кто из них больше готов, как бы, соответственно, уже на них потом мы можем сделать основную ставку. Много девочек пришло, вопрос, опять же, какой, чтобы это не было так, ну, как сказать, если они придут, да, потренируются вместе, скажут, ну, все-таки футбол это не мое, это одно, да, когда девочки будут ходить на протяжении, там, двух-трех месяцев, и мне будет видно о том, что они хотят, да, заниматься, им это нравится. Я не против, пусть девчата ходят, то есть нет такого, что набирать женскую, да, команду, там, ну, у нас в основном все-таки мы на мальчишек рассчитаны, да, но если девочка играет футбол, там, на уровне с мальчиками, да, и то мы задумаемся, пусть она играет, даже на турниры ее будем подтягивать. Знаете, я тут видел, на область играли, и девчата выходили за мальчишечкой командой, то есть Доброград я тут приезжал, как-то смотрел, девочка выходила, я даже очень удивился. Почему нет, если она наравне играет с мальчишками, пусть, пусть спокойно занимается, тренируется, играет конкурент, если ей это нравится. Дети вообще заниматься должны тем, чем им нравится. У нас даже в Суздале мы стараемся по максимуму, ну, хорошо делать, да, но бывает детишку, ну, просто вот, ну, не нравится, я рисовать люблю, я люблю, не знаю, там, книжки читать или еще что-то, то есть я всегда родителям говорю, пусть дети занимаются тем, что им нравится. Не надо насильно из-под палки кого-то заставлять. Если они любят футбол, они придут, то есть, как говорится, там, в футболе остаются только те, кто нужен футбол, грубо говоря. Остальные, как бы, уходят в другие сферы, там, рисование, я не знаю, еще что-то, то есть, поэтому... Это долгий путь, на самом деле, а с малых лет, там, с четырех, да, пройти, там, дорасти до какой-нибудь команды, той же даже профессионалов, даже любительской, это долгий путь. Его надо пройти, и это не просто так, приходить на тренировки, просто, там, отпинываться от мяча, и все, это вот надо любить, это ведь спорт, на самом деле. Футбол, если ты любишь футбол, он у тебя не уйдет никуда. У нас вот есть и Иришка наша, как бы, любимая, которая у нас, у нас же ходит целый год, как бы, мы ее любим, все, и она нас любит очень сильно, как бы, она наша, вот, как стержень для девочек, вот. А если их будет, желающих много, мы, естественно, готовы этим заняться. 20 октября 2018 года мы открылись, мы открыли свой первый филиал в городе Суздаль. В городе Суздаль, в моем родном городе, как сказать, очень горд, да, что уже год прошел, и что это все встало, начиналось, грубо говоря, с сетки мячей, то есть выросло в полноценную футбольную школу, где мы именно учим ребят. Я очень рад мальчишкам, тем, которые с первых тренировок приходили к нам и сейчас остаются с нами, то есть у меня, я вижу их прогресс, я вижу в мальчишке, даже вот обращаясь к вам, я вижу ваш прогресс, я вижу ваше рвение к футболу, и это очень сильно меня подстегивает эмоционально. Я мальчишкам, даже тем, кто к нам просто приходит на тренировки уже около года, то есть я им просто благодарен, они, если честно, большие молодцы, они любят футбол, я думаю, даже больше, чем я, грубо говоря, поэтому очень счастлив, я вас всех поздравляю, нам год, Суздалю год, то есть и Добрыня, Суздалю год, то есть я вас всех поздравляю, и я желаю только успехов, без всяких болячек, без всяких травм, дальше-дальше двигаться вперед, как бы, я надеюсь, что все-таки у нас и Суздальская школа, ну и дальше, и с Боголюбовской, и с Энергетикой все-таки вырастут ребята до команды мастеров. Как же это круто! Приходите к нам в детскую школу Добрыня!